Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Оренбургские теннисистки оформили золотой дубль престижнейшего турнира. Наши юные землячки стали победительницами крупных международных соревнований в Санкт-Петербурге. Традиционный турнир памяти Николая Никитина собрал юношей и девушек до 14 и 16 лет из России, Белоруссии, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Победительницей у младших стала Оренбурженко Амина Элембетова. Ее соперница в финале, Оружан Камалова из Ташкента, уже громко заявила о себе на международной арене. Сейчас она словно специализировалась на наших теннисистках. В группе не справилась с Кизимовой, а в плей-офф обыграла первую сеянную Толмачеву, следом Попову, Усманову. Ну а в главном матче ее остановила Элембетова. Причем Оренбурженко проигрывала 0-2 по сетам и 5-9 в третьей партии. В этот ключевой момент Амина показала настоящий уральский характер, вырвала победу 12-10 и на кураже дожала представительницу Узбекистана 11-6-11-7. Третье место заняла Усманова. И у кадетов также бронзовым призером стал Гладыш. Все они остались на соревнованиях более старшего возраста, где бронзу завоевала Абдулина, а Сороченко-Толмачева реабилитировалась золотой медалью. Причем в финале, как и Элембетова, отыгралась с 0-2 от Екатеринбурженки Брегиной. Жаль подобного у юноши не смог сделать Файзулин. В матче за первое место он в упорнейшей борьбе уступил Екатеринбуржцу Челеневу. 10-12, 10-12, 8-11. Противостояние теннисистов Оренбургской и Свердловской областей идет на всех уровнях, не только на клубном. Сражались, но сенсации преподнести не сумели. В матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги Краснодар обыграл Оренбург. Один из самых ярких российских клубов. Краснодар в этом сезоне силен как никогда и всерьез замахивается на чемпионство. Оренбург уже со всего-то имя победами в активе сложно рассчитывать на повторение прошлогоднего успешного выступления. Хотя нужно отдать нашим должное, они следуют своей игре, невзирая на соперника. И в Краснодаре не тушевались, искали свои шансы. Мы настраиваемся на каждую игру, хоть лидер, хоть аутсайдер. Нам нужно набирать очки и идти вверх по таблице. Краснодар хорошая команда, но мы на контратаках неплохо действовали, выходили из-за обороны, имели свои моменты. Несколько моментов в первом тайме и во втором тайме сравняли счет, не получилось додержать. Краснодар опасен в атаке даже в отсутствии Кордобы. Однажды южане нас буквально простили, посмешив публику. В уже компенсированное к первому тайму время наш вратарь Кинякин вынужденно сфалил на Лосигуне, прерывая его сольный проход. Арбитр не стал удалять голки, перепосчитав желтую карточку и пенальти достаточным наказанием. 11-метровый четко исполнил Спиртсян. Сразу после перерыва оренбуржцы показали умелую игру в контратаке. После филигранной передачи Веры Аганисян в ближнем бою переиграл Сафонова. А за 15 минут до конца матча Ахметов поднял на ноги Краснодарский стадион. Полузащитник Быков неотразимо пробил головой в самый угол ворот. По происходившему на поле ничейный результат выглядел справедливым, но более классная команда все-таки вырвала победу. Сегодняшние матчи были отрезки, когда мы полностью контролировали игру. В итоге не смогли эти моменты, скажем, превратить в гол. К сожалению, счет игры сегодняшней не в нашу пользу. Краснодар вернулся на первую строчку таблицы, Оренбург опустился на 14-ю. Первый этап чемпионата наши завершат воскресным матчем в Сочи. Поиграли на нервах, но вовремя собрались. Баскетболистки Оренбургская Надежда не без труда обыграли аутсайдера премьер-лиги столичная Динамо. После тяжелых выездных игр с серьезными соперниками, наши девушки, возможно, посчитали, что с москвичками, замыкающими таблицу, проблем не будет. Месяц назад в Кубке разнесли их плюс 30, да и эту встречу начали уверенно 10-2. Ну и расслабились. А делать этого не стоило. Динамовки забрали стартовую четверть и продолжили лидировать в счете вплоть до большого перерыва. Мы как работники клуба, каждый должен выполнять свои обязанности. Но еще раз, на нас приходят и переживают болеть за нас. Поэтому мы должны радовать болельщиков. Но не такой игрой, как в первой половине. Очевидно, тренеры смогли донести эту мысль до игроков. Оренбурженки отбросили вальяжность и основательно взялись за дело. Вперед желтобордовых повела вездесущая Беверли Келли, ставшая самой активной и результативной на площадке. 21 очко, 3 голевые передачи и при ее-то росте 6 подборов. Это началось медленно, и они пытались поймать ритм игры. Когда что-то поймали, это три, там, с вами пойдут вперед. И я думаю, что... Поймав игру, Оренбурженки за одну, только третью четверть полностью изменили ситуацию. 28-14. И уже не расхолаживаясь, наращивали отрыв в счете. Который в итоге составил 24 очка. В точности, как в предыдущей встрече в Красноярске. Надежда успокоила болельщиков. 85-61. И в среду сыграет с другим «Динамо» новосибирским. Хоккеисты Южного Урала после неудачного выезда вернулись на победную стезю. В первом домашнем матче арчане уверенно разобрались с Тамбовом. 6-3. Подробнее в следующей программе. А нынешняя завершена. Будьте здоровы!